Дорогие владимирцы, братья и сестры, сегодня мы поговорим о прощении. В Святом Евангелии мы можем найти поучение Спасителя о том, как надо прощать людей, согрешивших против нас. Мы не должны, как христиане, иметь врагов, должны за всех молиться, всем прощать. И Господь в ответ на вопрос апостолов, сколько же надо раз прощать, Господь говорит, что сколько раз согрешил против тебя ближний, столько же раз надо просить прощения. Я думаю, что и этого мало, и надо обязательно, если есть у нас такой недостаток, какие-то проступки совершаем, обижаем других людей или досаждаем кому-то. Обязательно надо говорить об этом на исповеди своему духовнику, чтобы открыть эту болезнь перед духовником, чтобы он, может, назначил даже нам какую-то епитемию, чтобы мы прочувствовали, осознали, что мы согрешаем, что мы обижаем других людей и старались больше этого не совершать, потому что в покаянии мы приобретаем благодать Божию, которая немощная врачу и тоскудивающая восполняет, и она поможет нам удержаться от грехов и не обижать своих ближних. Если же кто-то обижает нас, то для духовного человека, который стремится к духовной жизни, это можно же ведь учиться и на отрицательных примерах, и на положительных. И вот когда нас обижают, это очень важно приобретать смирение, прощать другому человеку, не замечать даже этих обит и оскорблений, потому что сам Господь его незаслуженно, и унижали, и обижали, и плевали на него, и заушали, он всем прощал и говорил такие слова – не ведают, что творят. И поэтому мы должны понимать, что если ближний против нас согрешает, приобретать смиренно-мудрее и не считать себя высокими людьми, те, которые должны отомстить, ответить словом таким каким-то жестким. А надо стараться тоже смиряться и всех прощать. Другое дело, если мы говорим о защите Родины, о защите своего Отечества, своего народа, своих соотечественников, если мы призваны защищать свою Родину, то тогда мы должны исполнить свой воинский долг. А если зло восстает лично против нас, мы должны поступить по-христиански. Простите. Конечно, был такой великий писатель Лев Николаевич Толстой. Он говорил, что вообще не надо сопротивляться злу через насилие. Но если это касается лично человека, то это правильно. А если это касается всего народа, своей Родины, защиты своей земли, своей культуры, то, конечно, мы должны свою культуру, свою Родину защищать. И нельзя вот эти два понятия путать, что надо сдаваться на милость врагов и, так сказать, от них воспринимать то, что они принесут на нашу землю. Поэтому в Великую Отечественную войну солдаты, которые положили свои жизни за нашу Родину, за наше будущее, для нас их могилы святы, мы чтим их. И поэтому бывает новое явление в нашей жизни – бессмертный полк, который новым поколением говорит о подвиге наших солдат. Поэтому понятие о прощении, оно должно у нас быть. И это прощение, оно возвышает человека, как христианина, помогает ему идти по жизненному пути, чего я и себе, и вам всем желаю. В Православной Церкви есть даже специальный день, прощенное воскресенье, в котором мы просим у всех прощения, и ближних, и дальних, вступая в Великий пост, потому что дело Божие, работа над своей душой, великим постом, принятие святых тайн, оно требует от нас примирения и все прощения. И мы начинаем чин прощения в храме, потом просим своих сослуживцев, своих родственников, семье, всех просим прощения, и уже с очищенной душой, примиренной, входим в Великий пост. Поэтому мы должны это врачебство всегда иметь с собой и стараться не враждовать своими ближними, а наоборот, нести христианский мир и милосердие всем окружающим нас людям. Если мы не успели у кого-то попрощить прощение, и этот человек, допустим, скончался, то мы все равно должны поступать так, чтобы чувство мести, обиды не оставалось в нашем сердце. Мы должны у этого человека попросить прощения, если возможно, съездить на его похороны и побывать на его могилке и попросить, потому что в Господе все живы. И этот человек обязательно нас услышит и обязательно почувствует вот это наше христианское чувство прощения, что мы действительно не имеем никакого на него зла и простили ему от всей нашей души.